Всем привет! Вы на канале Сергей Огончаренко. Сегодня мы открываем вот эту посылку, в которой находится очень интересный смартфон. По сути, конечно же, я посылку уже открыл, чтобы просто посмотреть, что здесь находится, потому что я не помнил, что здесь находится. Ну и в итоге, в неплохо запечатанной коробке, вместе со сыркой, здесь смартфон Blackview. Blackview Color 8. Сам смартфон поставляется в такой вот упаковке. Сразу же мы видим здесь изображение смартфона, модель Color 8 и объемы по памяти. Данная версия 128 гигабайт постоянной памяти и до 16 гигабайт оперативной памяти. 8 гигабайт оперативной памяти и плюс 8 гигабайт из постоянной памяти. В итоге сейчас давайте откроем, посмотрим, что это за смартфон, чем он интересен. А здесь некоторые параметры интересные, и я расскажу, почему, как и что. Итак, для начала посмотрим на комплект поставки. В комплекте первое, что я вижу, это защитное стекло. Ребят, защитное стекло, это хорошо, потому что у вас есть дополнительные варианты по защите. Сейчас посмотрим, возможно, на нем еще будет и защитная пленка, соответственно, что на первое время вполне вероятно будет и дополнительная защита. То, что я сейчас вижу, я уже вижу, что данный смартфон идет в защитном силиконовом чехле, причем это, знаете, не просто прозрачный силиконовый чехол, а это черный матовый силиконовый чехол, достаточно мягкий. Это хорошо, хорошо тем, что, ну, то есть, это не самый обычный, не самый простой, и он у вас не пожелтеет, то есть, можно использовать данный чехол длительное время. И да, как вы видите, в действительности на экране здесь еще есть просто защитная пленка. Поэтому снимаем пока данную пленку и будем использовать комплектную защитную пленку. Ну, в принципе, по ощущениям, конечно же, ничего сверхъестественного в пленке нет, потому что это самая стандартная, самая обычная заводская пленка. Далее, здесь, конечно же, инструкции для телефона и, может быть, карантинные талоны, скрепка для изъятия SIM-лотка, Type-C, да, Type-C кабель для зарядки, и зарядное устройство. Зарядное устройство с мощностью 18 Вт, то есть, это быстрое зарядное устройство, и обычным USB Type-A разъемом. То есть, как вы видите, комплектация здесь очень хорошая. Мало того, что есть и защитная пленка, и все, что нужно для первоначального использования, то если вы даже как-нибудь повредите данную пленку, или она у вас износится и зацарапается, то у вас есть возможность еще и установить защитное стекло. А это очень-очень даже хорошо. Ну и, конечно же, первый запуск, первая настройка, и тогда мы вернемся и посмотрим на этот смартфон. Пока идет восстановление всех приложений и настроек, давайте поближе посмотрим на корпус и материалы. Смартфон полностью выполнен из пластика. Задняя крышка – это матовый пластик, и данный смартфон в расцветке Ash Gray, то есть серый. Ну, смотрите, как бы темно-серый, несмотря на то, что это достаточно темный смартфон, отпечатки пальцев здесь практически незаметны. Возможно, из-за того, что здесь матовый пластик. Центральная рамка точно так же матовый пластик. Смартфоны также продаются еще в синем и фиолетовом цвете. Ну и если говорить по поводу модулей камеры, здесь небольшой выступ под модулей камеры есть, и сами камеры немного выступают. Ну, а если говорить по поводу удобства и габаритов, скажу так, что смартфон неплохо лежит в руке, но если присмотреться, то вы увидите здесь ровные грани. Но, несмотря на то, что здесь ровные грани, то есть небольшое скругление на задней крышке. Во всяком случае, немного ощущаются вот эти вот ровные грани, но не забываем, что есть чехол, который будет скруглять эти же ровные грани. Так что, я думаю, ничего страшного в этом нет. Ну и по габаритам. Однозначно, что это не маленький смартфон, достаточно габаритный, и можно сравнить с каким-нибудь другим смартфоном, который продается сейчас активно в этом году. И что мы увидим? Мы увидим, что по размеру они будут примерно одинаковы. То есть, можно сказать, что это среднестатистический смартфон по габаритам и имеет примерно такие же размеры, как и множество других смартфонов. Ну и вот таким вот образом смартфон выглядит в чехле. В чехле он выглядит также хорошо, также достаточно приятный матовый чехол, грани более скруглены, все вырезы на месте. Хорошо, что здесь есть защита модулей камеры. Смотрите, дополнительный бортик есть. Можно без проблем смартфон класть вот так вот камерами вниз. Камеры будут защищены. И если присмотреться, то дисплей точно так же будет защищен, потому что на чехле есть также дополнительные выступы, бортики. И точно так же можно класть смартфон экраном вниз. Экран будет точно так же защищен. По разъемам здесь также все хорошо, потому что здесь присутствует 3,5-миллиметровый джек для подключения проводных наушников, микрофон Type-C динамик, правая грань кнопка питания, она же совмещена с сканером отпечатка пальцев, кнопка регулировки громкости, верхняя грань чистая и пустая, и на левой грани расположен сим-лоток. И сим-лоток здесь точно так же полноценный, есть возможность устанавливать одновременно и две сим-карты, и карту памяти microSD. Причем microSD поддерживается до 1 терабайта. Ну и плюс ко всему, помним, что память в смартфоне можно выбрать на 128 или 256, то есть если нужны большие объемы, то легко можно сделать объемы по памяти довольно-таки большими и флагманскими, если вам это понадобится. Ну и наличие 3,5-миллиметрового джека и карты памяти, это очень удобно. Дисплей. В смартфоне установлен IPS-дисплей с дигональю 6,75 дюйма, с разрешением HD+, и с повышенной частотой 90 Гц. Хотелось бы сказать, во-первых, что это бюджетный смартфон, даже я бы сказал ультрабюджетный смартфон, и здесь вполне логично такое разрешение дисплея. С одной стороны, это, конечно же, минус, потому что разрешение дисплея не сильно высокое, и при детальном рассмотрении пикселизацию, возможно, вы и заметите. Но, опять-таки, здесь есть плюс, во-первых, то, что это ультрабюджетный смартфон, а во-вторых, то, что это будет положительно сказываться, во-первых, на производительность, а во-вторых, на автономность. Ну и 90 Гц в этом смартфоне будет отрабатывать лучше, быстрее и плавнее с таким разрешением дисплея. Если перейти в настройки дисплея, что можно увидеть? Можно увидеть, что здесь есть стандартные настройки, адаптивная яркость, темная тема, защита зрения. Также понравилось то, что здесь есть возможность оптимизировать и настроить цветовую температуру и сам цвет. Во-первых, здесь есть три варианта. Это стандарт, это повышенная контрастность и это профессиональный. Плюс ко всему, цветовую температуру вы точно так же можете настроить. Но, как по мне, мне больше нравится этот профессиональный режим и стандартная цветовая температура. Тогда цветопередача относительно неплохая. Плюс ко всему, некоторые возможности по отображению дополнительному здесь также присутствуют, и это удобно. Производителям здесь заявлена яркость 450 нит. На сейчас, на фоне суперфлагманов, где там по 2-3 тысячи нит яркости, это, конечно же, немного, но скажу так, что для всех случаев будет достаточно. Единственный минус, это если вы будете просматривать какую-то информацию на ярком солнце, тогда вполне вероятно немного будет не хватать яркости. Напомню, что это IPS-дисплей, это ультрабюджетный смартфон, и для IPS-дисплея это вполне нормальные и адекватные значения. На сейчас в ярком помещении все отлично видно, без каких-либо изъянов и дискомфортов. Плюс ко всему, 90 Гц ощущается. В настройках, кстати, вы можете установить 90 Гц по умолчанию. Вот плавный экран, смарт, то есть автоматический выбор частоты от 60 до 90 Гц. Вы можете выбрать высокую частоту 90 Гц всегда и постоянно. И есть нормальную стандартную частоту. При частоте 60 Гц у вас еще и автономность будет лучше. Так что выбирайте то, что вам больше нравится и подходит. Я же, конечно, буду пользоваться с частотой 90 Гц. Так значительно приятнее. Расскажу немного по поводу производительности. В этом смартфоне установлен процессор Unisoc T616. Это восьмиядерный процессор, который изготовлен по 12-нанометровому техпроцессу. Поддерживаемая частота 60 и 90 Гц. Частота дисплея 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Плюс ко всему у вас есть возможность выбрать 256 ГБ постоянной памяти. Ну и карту памяти не забывайте, что можно устанавливать до 1 ТБ. Далее, если же говорить по поводу производительности бенчмарков, я, конечно же, сделал первый тест, и в Antutu смартфон набирает 288 тысяч баллов. Если же говорить в целом о процессоре, о производительности, да, это слабопроизводительный процессор, но 288 тысяч в ультрабюджетном сегменте это неплохо, и его можно сравнивать примерно с Helio G80, G85. А это говорит о том, что производительность невысокая, и для работы с базовыми приложениями будет достаточно. Ну, например, неспешное выполнение всех бытовых задач. Давайте вот сейчас выгрузим Instagram, все, и запустим хотя бы тот же самый Instagram, смотрим, как быстро или как долго запускается. Ну, как вы видите, не сильно долго, и работает, ну, с минимальными рывками. Лишь бы интернет успевал все подгружать. Как будет запускаться YouTube, то есть это тогда, когда выгружен, и, как вы видите, довольно-таки быстро и шустро он прогружается, и точно так же сам scroll довольно-таки неплохой и достаточно плавный. Система работает пока шустро, когда все приложения установились, восстановились, все работает неплохо. Конечно же, хотелось, может быть, увидеть что-то более производительное по процессору, но даже сейчас, по ощущениям, смартфон отрабатывает неплохо. Как будет в дальнейшем, мы увидим немного позже. Это только предварительный обзор, а я планирую еще сделать более детальный обзор на этот смартфон и, возможно, опыт использования. Потому что мне даже немного стало интересно, можно ли пользоваться сейчас вот таким вот ультрабюджетным смартфоном, и какой дискомфорт будешь испытывать. При том, что я пользовался и флагманскими смартфонами, но и сейчас использую смартфон на флагманском железе. Правда, прошлого года, но все равно он достаточно быстрый и шустрый. Что будет здесь, узнаем немного позже. Ну и напишите, нужно ли делать полный подробный обзор по этому смартфону. Игровые тесты, тесты производительности, троттлинга, нагрева. Все, что хотите, это все можно сделать. Пару слов, конечно же, хотелось бы сказать по поводу программного обеспечения. Если зайти посмотреть в пункт о смартфоне, то мы здесь можем увидеть, что здесь используется какая-то операционная система по типу DockOS 4.0. В целом, чем она отличается? Она отличается по минимуму от чистого андроида. Некоторые дополнительные приложения фирменные от Blackview здесь установлены. Немного перерисовано меню, немного перерисовано меню настроек и добавлены некоторые фишки и плюшки. Что, в принципе, хорошо. Это уже не чистый андроид, а дополнительные возможности. Некоторые здесь будут присутствовать. Android здесь версия установлена 13.0. Это хорошо, потому что... Вот Android 13.0. И это хорошо просто потому, что смартфон слабопроизводительный. И здесь уже установлена новая версия Android. И работает она довольно-таки неплохо, шустро, быстро и оптимизирована. Будут ли обновления до 14 версии Android? Ну, пока неизвестно. Остается только надеяться. Ну, вот в чем я точно уверен, что патчи безопасности, обновления вот этой вот оболочки DockOS однозначно будет, так как смартфон новый, еще он будет поддерживаться. Ну, вот обновление до следующей версии Android пока под вопросом 50 на 50. И да, по производительности и по играм хотелось бы добавить, что смартфон должен быть шустрым-быстрым, потому что здесь разрешение дисплея невысокое. И, соответственно, нагрузка на графический ускоритель здесь будет невысокая. А поэтому можно будет относительно или довольно-таки комфортно играть в множество игр. Иногда даже, возможно, не на самых низких настройках. По камерам скажу буквально несколько слов, потому что здесь установлено всего два модуля камеры. Ультрабюджетный смартфон. Чего-то сверхъестественного здесь явно не будет. И первый модуль с разрешением 50 мегапикселей. И второй модуль, настолько я помню, это 2-мегапиксельный макромодуль. То есть самые базовые потребности данный смартфон выполнять будет. Некоторые неплохие снимки, возможно, в дневное освещение вы сможете получить, учитывая, что основной модуль камеры 50-мегапиксельный. Это ISO Cell GN1. Он довольно-таки неплохой в бюджетном сегменте. Поэтому, возможно, некоторые снимки делать все-таки можно. Запись видео здесь будет вестись в Full HD 30 кадров в секунду. И ничего сверхъестественного ожидать по фотовозможностям не стоит. Ну, естественно, 50 мегапикселей максимальное разрешение здесь присутствует. А вот что еще интересного в этом смартфоне, это автономность. Потому что батарея здесь заявлена в 6000 мАч. Напомню, что среднестатистический Android смартфон имеет порядка 5000 мАч батарею. Но стоит учитывать, что здесь слабопроизводительное железо. И если это IPS, не максимально яркий дисплей и невысокое разрешение дисплея, то автономность вполне вероятна, что здесь может быть очень хорошей. Это также стоит еще проверить. И я предполагаю, что как минимум 7-8 часов дисплея здесь должно быть. Но опять-таки все тесты планирую провести по автономности. И, возможно, сделаю специальные тесты автономности и занесу их в таблицу автономности для сравнения с другими смартфонами. Это должно быть интересно. Но и некоторые интересные фишки здесь есть уже то, что я вижу. И это хорошо. О них я расскажу в полном подробном обзоре. Есть еще один очень интересный момент по поводу этого смартфона. Это его цена. На сейчас ценник установлен 219 долларов. И за такой смартфон 219 долларов это много. А все почему? Да просто потому, что это только первоначальный ценник до начала продаж. Когда продажи откроются на данный смартфон, ценник будет значительно ниже. В особенности, если вы будете заказывать данный смартфон одним из первых. И я предполагаю, что ценник на данный смартфон будет либо 100 долларов, либо немного ниже 100 долларов. И при такой цене это уже неплохой смартфон, неплохой вариант для покупки. Потому что здесь есть все самое необходимое для бюджетного смартфона. Здесь есть неплохой комплект, еще и с дополнительным защитным стеклом. И в целом сейчас не так много смартфонов с ценой в 100 долларов и ниже, которые могут похвастаться такими характеристиками и комплектацией. Ну и выводы, конечно же, я делать пока не буду, потому что это делать рано. Это только первое знакомство с смартфоном. Это только первые впечатления. Полный подробный обзор и вполне вероятно опыт использования я планирую сделать на этот смартфон. А вы в комментариях напишите, нужно это делать или нет. Интересен вам данный смартфон или нет. Но не забываем учитывать ценник около 100 долларов или даже немного ниже. По данному видеоролику у меня в принципе все. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой первый-второй канал в YouTube, Telegram канал и чат взаимопомощи. В чате взаимопомощи, такие как мы с вами обычные люди, общаемся друг с другом, помогаем друг другу решать те или иные вопросы, те или иные проблемы и помогаем с выбором, подбором устройств и гаджетов. Делитесь этим видеороликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим он может быть интересен и полезен. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.